1. Областное радио Уже как-то не очень страшно Потому что после проезда по Пакистану Куда ты почти 2 недели жил рядом с людьми Которые все время бряцают оружие Привыкаешь Уже спокойно к этому относишься И нам надо было прорваться и доехать до Эфиопии Вот эта история Как мы это делали, как мы пробивались Как мы сражались И что мы видели при этом на своем пути Потому что некоторые страны оказались для нас Честно говоря, открытием В любом таком фильме должна быть некая драма Некая борьба, ради чего мы делаем Не просто посмотреть, это можно сделать на диване А какие-то сложности испытать И здесь было сложности выше крыши И реально в какой-то момент я очень злился Я не понимал, почему мы теряем недели времени Почему мы застряли Это была, конечно, такая непростая штука И радость в конце фильма Радость, что ты все-таки смог это сделать Ты достиг Ты, несмотря на все эти трудности, прорвался И в любом нашем фильме есть вот эта борьба Что мы можем проехать или мы не можем Нас задержат, не задержат Мы преодолеем это бездорожье или нет И без этого просто не было бы такого интересного путешествия А как воспринимают россиянина по миру вообще? Может быть, было какое-то необычное отношение к нашей нации Которое там продемонстрировали в Эфиопии, к примеру, неожиданное Везде любят, побаиваются Как к нам относятся? Вы знаете, я бы сказал, от хорошо до очень-очень хорошо Вот так Да, и вот, например, пока мы ехали по арабской части Африки Ох, Россия, Путин Да-да-да Вот это вот все И сказать нечего, потому что они сами за тебя все говорят Вот скажем так, или хорошо, или очень хорошо относятся Вот мы прям были впечатлены Даже нигде негатива в свой адрес Нет, нет, есть, бывали страны, в которых нормальные ровные отношения, как всем, как в ЮАР, да Ну, потому что страна такая достаточно Многонациональная Да, многонациональная, с большими связями А те страны, которые ограничены в связях, там, например, Иран или Судан То, безусловно, конечно, они Россию знают Для них там Россия на политическом уровне, это там какой-то защитник, союзник и что-то еще В общем, очень хорошо Очень приятно, правда? Да, нам очень приятно было В кругосветке, ох, столько всего яркого Одни из самых ярких, да, я вам сейчас перечислю Это, наверное, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Судан И вот из последних ЮАР, Намибия Дальше начинается очень много мелких стран, уже не так принципиально Вот ты говоришь яркие, это что вкладываешь в это слово? Это люди, ощущения впечатляют все вместе Это значит, что я так запомнил пребывание в этой стране Причем с разных ракурсов И позитивных, и не очень Я стараюсь все-таки, да, позитивные держать в голове Несмотря на то, что страна может быть безумно бедной Там тут же Пакистан Но он так по-своему красив, он так по-своему первозданен Он там по-своему непредсказуем, ну и опасен в том числе Конечно, очень, да А еще раз хочется туда попасть Испытать те же самые острые ощущения Да, смотри, в процессе путешествия не было такого ощущения, что ты заезжаешь в новую страну И понимаешь, что это твое место Ну, помимо Новосибирска, в котором ты вырос, но условно, есть страны, которые мне уже, например, очень близки, так или иначе, например, по духу Ну, просто раз в сто ощущаешь эти места Бывают страны, где мне комфортно, мне здорово, классно, но самое здоровское ощущение, когда ты двигаешься Когда ты не сидишь на месте Сколько раз мне задают вопрос, а где бы вы хотели жить? Да я бы хотел, может быть, жить здесь, это не принципиально, а двигаться, двигаться, постоянно узнавать что-то новое Это основной принцип А как лично сам реагируешь на перепады? Причем мы уже говорили сегодня за эфиром и климатический поезд, температурный режим Вот это все как воспринимается тобой, командой? Легко просто справляетесь, это вообще не отражает? Привыкаем уже, знаем, да, каково это В этот раз мы поставили, ну, своеобразный рекорд Градусов 50? 50 Ровно 50 градусов в Намибии бабахнуло, да, это было очень жарко, честное слово Это мягко говоря, судя по всему, да? А сколько у тебя путешествий в год, в принципе, примерно выходит? У нас два этапа в год проходит, каждый этап это примерно полтора месяца Мы поставили условный лимит, вот из практики выработали, что это полтора месяца 10 тысяч километров Вот, это самое оптимальное, несмотря на все сложности Вот такого графика мы придерживаемся То есть, получается, режим следующий, путешествуем, возвращаемся в Новосибирск, зарабатываем деньги На следующее путешествие, потом опять уезжаем, да? Да, абсолютно верно, абсолютно верно В какой сфере ты трудишься? У нас небольшая, честная компания, мы, наш семейный бизнес, мы занимаемся коврами, коврами по кресту О, отлично, приехал, сделал красиво и продолжил делать красиво уже, собственно, на видео Замечательная большая формула Отлично, какие планы в будущие поездки, куда поедем, чего ждать, если не секрет? Нет, не секрет, в следующий раз мы углубимся прямо в сердце Африки Мы планируем проехать из Камеруна в республику Чат Это одна из самых таких малоисследованных стран в мире И, насколько я знаю, толком по этому маршруту еще не проезжала ни одна машина с российскими номерами Ничего себе! Потому что эта страна открылась несколько лет назад всего лишь для посещения туристами И вот мы планируем посвятить этой стране три недели Вплоть до границы с Суданом и Ливией вот так полностью сделать круг Вернуться в Камерун, дальше проехать в Нигерию, Бенин, Тога и остановиться в Гане А вот эти ощущения, когда ты понимаешь, что здесь точно ты первопроходец С чем можно сравнить? Что ты испытываешь? Это сложно передать словами Потому что в нашем мире вообще очень сложно первопроходцем быть И хочется что-то сделать такое первое, необычное И это ощущение вот чего-то такого уникального Вот мое сознание сразу обращается вот к этим историям Когда мореплаватели открывали новые континенты Какие-то острова, они говорили О, мы это первые сделали, до нас здесь никто не был Это потрясающе Вот это просто какой-то восторг Потому что хоть чем-то в этом мире можно выделиться Быть первым в путешествии Ну не только этим, да А вообще ваша команда, как вы планируете маршрут? То есть какие точки базы вы обязательно туда включаете? Прежде всего я смотрю, что это за страна Можно ли туда поехать Смотрю степень опасности В какие районы можно поехать, какие нельзя Смотрим климат Что нас ожидает Сухой, мокрый сезон, промежуточный сезон Смотрим, что в этой стране вообще интересного Потому что иногда ты смотришь страну и думаешь Как бы ты ее ни вертел Ну вот мы въехали в государство, в Бурунди Вот я вам честно скажу Мы заехали только для того, чтобы поставить галочку Но она была по пути Потому что представить, что ты когда-то просто так полетишь в Бурунди Да, вряд ли Ну вряд ли Вот И ничего там нет интересного Ну просто ты заехал, посмотрел, понял А так ты смотришь страну и понимаешь О, вот здесь вот безумно интересное Там плато, река, я не знаю, пустыня Хочется пройти вот этим маршрутом Или там Это вот культурное наследие Оно вообще в ЮНЕСКО есть Вот Здесь какой-то невероятный водопад Мы были в водопаде в Анголе Он оказывается второй в Африке по величине Но о нем почти никто не знает Все знают только водопад Виктория И вот мы формируем вот эту вот карту Смотрим, как нам заехать И дальше мы смотрим, как можно туда проехать Какие документы нужны Пустят, не пустят нас туда Прорабатываем график Согласовываем И вот так вот рождается уже план путешествия Радио 54 Первое областное радио Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова